Между прочим, становился призером чемпионата мира по тайскому боксу. Также он провел пять профессиональных поединков, в которых подержал три победы и потерпел два поражения. Причем сражался он на таких серьезных турнирах, как BFC, известный белорусский промоушен, промоушен Рейдж Арена, который несколько лет назад громко стартовал в России, представляет Данила Квач клуб «Фабрика Муай-Тай». Итак, Данила Квач в белых перчатках, Никита Чернов в черных перчатках. И так, чтобы различать было еще удобно, у Никита Чернова надет на правую ногу такой салатовый, очень яркого цвета голеностоп. Ну, редкое начало от обоих парней. Обменялись они очень жесткими ударами. Причем видим мы, что работают парни по этажам и с рук туда разлетают, и с ног. Если говорить о Никите Чернове, то его главное оружие – это, конечно же, удары коленями. Очень здорово он их использует и в клинче, и с дистанции. Данила Квач, наверное, чуть более разносторонний боец. Он неплохо тоже бьет ногами, но и, в общем-то, на руках тоже может показать класс. Возможно, сегодня мы как раз и увидим настоящее противостояние стилей, что часто бывает, когда наблюдаем мы поединки по правилам Эмиральд Про. Хотя оба бойца представляют изначально школу тайского бокса, но работают они в разной манере. Хотя сейчас такая чисто тайская скрутка, которая, кстати, по правилам Эмиральд Про оцениваться не будет. Но сейчас мы увидели, что Рэфи даже не стал сделать замечания Даниле Квачу. Если говорить о правилах Эмиральд Про, то здесь разрешаются удары руками, ногами, коленями. Пятисекундная работа в клинче. Удары локтями запрещены. Скрутки тайские запрещены. Подплаты ноги тоже запрещены. Но учитывая, что сегодня оба парня – это адепты Муай-Тай, конечно, нет-нет, да и такую вязкую борьбу в клинче мы с вами будем наблюдать. И она, скорее всего, больше на руку Никите Чернову, который чуть повыше, который, как я говорил, хорошо работал в предколеме. А сейчас шикарный залетел хай-гик от Данила Квача. Успел Никита Чернов подставить перчатку. Нога просто как на резинке оттянулась у Никиты Квача. И вертикально вверх вылетел его хай-гик. Вообще, Данил Квача – техничный парень. И кто видел его хайлайты в различных промоултах, наверное, отметил для себя, что на публику этот боец в Беларуси поработать умеет. И, несмотря на очень молодой возраст, 22 года Даниле Квачу, он уже поднабрался профессионального опыта. Хотя по профи больше боев у Никиты Чернова. Еще раз скажу, что 7 поединков Никита Чернов провел на профринге. В 6 одержал победу, в одном потерпел поражение. Сейчас бакфист от Данила Квача. Так бросал он его не глядя. И немножко не попал Данила Квач. Но тут же высек опорную ногу у Никита Чернова. И вообще так потихоньку к середине первого раунда видим мы, что Данила Квач начинает занимать центр ринга и работать по хозяйству. Хотя, конечно, сегодня, можно сказать, что у себя дома боксирует Никита Чернов. Здесь очень много его болельщиков, которые его отчаянно поддерживали и до поединка. И во время боя слышали мы крики «красная машина». Но и закончит первый раунд тяжело будет, судим, оценить его. Потому что первая половина раунда скорее проходила в разведке. Его только уже ближе к концовке включился Данила Квач. Провел несколько успешных технических действий. Уплатит ли это для победы в раунде? Большой вопрос. Мы с вами все это узнаем в свое время. Пока просто послушаем, что говорят секунданты своим бойцам. Убирать надо. Убираемый работник. Поддавливайся, сам поддавливайся. Первый раз туда уже. Первый раз туда уже. Надо больше всегда давить. Ну, все спокойно. Угу у Никита Чернова, Андрея Сапко и Алмаз Ягафаров. Известные тренеры «Стерли Томака», который приехал сюда. Во-первых, привез своих бойцов на Кубок России, который проходит с Узумруном. Ну, а во-вторых, он давний друг клуба «Красная машина» приехал поддержать Никиту Чернова. И раунд под номером два. Кстати, я вам не сказал регламент, но я думаю, что вы и так его прекрасно знаете. Три раунда по три минуты. Возможно, назначение экстра-раунда. И еще раз напомню, что это полуфинал турнира четверки «Эмиральд Файт Камп». И топовый турнир круга «Эмиральд Файт». Поэтому сегодня победителю вот этого поединка еще предстоит фоксировать в финале. Сейчас классный бэкфистер Никита Чернова, но увидел это движение от соперника Данила Квач. Поставил блок и тут же клич, в котором те самые острые колени Никиты Чернова пытаются найти преху в мороне Данила Квача. Но по рукам и ногам связал своего визави белорусский боец и сумел обездвижить Никиту Чернова. Никита Чернов боец с очень нестандартной техникой. И когда соперник начинает застаиваться, когда не прессингует, то Никита Чернов с радостью разбивает своего визави ударами колени. Но вот сейчас мы видим, что Данила Квач, начиная с первого раунда, стараясь постоянно идти вперед, держит он все время в напряжении. Соперник сейчас классное колено залетает у Никиты Чернова. Так, по скользящей траектории, но все-таки нашел цель боец из красных баков и снова клинч. Дает сегодня рефери поработать бойцам в тайском клинче. И, конечно, это и Данил Квач и Никита Чернова только в плюс, в клинче они работают прекрасно. Умеют еще раз напомнить, что Данил Квач становился призером чемпионата мира по тайскому боксу. То есть брал награды среди взрослых спортсменов. Ну, а Никита Чернов дважды выигрывал молодежное первенство мира по Муайдай. Поэтому в тайском боксе, конечно, оба парня поднаторели. Вот еще один хайкик от Данила Квача. На сей раз с левой ноги вылетает этот удар. И такой подсечкой завершает он эпизод, обрушив своего соперника на канвас. Довольно часто сегодня Никита Чернов оказывается в лежачем положении. Все мы знаем, что в тайском боксе судьи этого очень не любят. И пускай и правила сейчас, по которым дерутся парни Emirates Pro, а не классический Муайдай. Но все судьи, которые здесь находятся на турнире Emirates Fight Cup, представляют федерацию именно тайского бокса России. И поэтому, конечно, у них где-то на подкорке сидит, что если кто-то из бойцов постоянно оказывается на канвасе, то тяжело отдать ему победу в раунде. Сейчас, выбираясь из клинча, Никита Чернов попробовал выбросить миддл-кик с передней ноги. И тут же еще и бэкфист бросил. Боец из красных баков. Так посмотрел он то ли на свой угол, то ли на кого-то из болельщиков. Но спокоен Никита Чернов, он вообще очень неэмоциональный боец. Что в ринге, что за его пределами тяжело как-то эмоционально расшатать Чернова. Хотя, возможно, сегодня ему неплохо посовестись, потому что пока Данил Квач работает первым номером. О, хороший здесь удар от Данила Квача. Прямо под гон всаживает он такой полубоковой полуснизу. По Никите Чернову и показывает публике, что этот раунд должен остаться с бойцом из Белоруссии. Но здесь, конечно, слово не за ним, а слово за судьями. Как судьи посчитали раунд по номерам два, нам пока остается только догадываться. Очень спокойно провели секунданты совещания после второго раунда. И в углу Данила Квача, и в углу Никита Чернова буквально шепотом разговаривали тренеры. Поэтому толком мы не услышали, что же советуют бойцам и тренеры. Но я могу предположить, что Никиту Чернову пытались заставить работать поактивнее. Ему надо во что бы то ни стало собирать третий раунд. Иначе есть риск, что победа в этом поединке уйдет в Белоруссии. Ох, классно пробил Никита Чернов, но попал локтем. Попал локтем, и Данил Квач просигнализировал рефери. А вот рефери как-то остался к этому и дифферентен. Вообще, в курсе ли рефери, что тут не по тайскому боксу идут сражения? Потому что по первому раунду такое было ощущение, что не совсем, не совсем рефери в теме. Очень много клинча. Еще раз скажу, что по правилам номера «Про» клинч ограничивается пятью секундами. Здесь просто шквальная атака от Данила Квача. Никита Чернов буквально уже в ноги пошел, чтобы хоть как-то своего соперника затормозить. И в итоге оба бойца рухнули на канвас. Но вот этот эпизод, когда Никита Чернов бил бэкфист, попал локтем, остался без замечаний для бойца из красных баков. Минус балл сейчас вообще смерти подобен для Никиты Чернова. Ни в коем случае нельзя, Никита, здесь нарушать правила и нервировать судей. Кстати, вот шорты, которые пассирует Никита Чернов, это те самые чемпионские шорты с веронства мира. Так, а здесь открывается счет. Было, так, с моего ракурса было ощущение, что ниже пояса попал Данила Квач, но нет. Удар пришелся туда, куда надо, и открыл счет. И смотрите, туда же еще набрасывает Данила Квач. Сумасшедшие силы удары по корпусу и с рук, и с ног. Ой-ой-ой, плохо сейчас Никите Чернову. Просто сейчас пополам складывает Квач у его соперника мощнейшим ударом в область Селезенки. Именно с правой руки в корпус пробил Данила Квач Никиту Чернова. И второй нокдаун осчитывает Даниле Чернова. Никите Чернову очень тяжело бойцу из красных баков. Здесь уже весь вопрос в том, достоит ли он до конца этого раунда, или будет досрочная победа Квача. Еще один бакист от Чернова, но здесь, конечно, совсем без амплитуды. И так, это конец. Это конец, это третий нокдаун. Открыт счет. Но по правилам три нокдауна, я так понимаю, да, здесь продолжение схватки уже не должно. Не должно быть. Нет, что такое. Третий нокдаун отсчитан, и мы с вами продолжаем смотреть бой. Надо будет уточнить регламент. Обычно по правилам Мирать про три нокдауна были фатальным. Здесь, видимо, дали еще один шанс бойцу из красных баков. Ну вот, судейский столик подсказывает мне, что четыре нокдауна разрешаются в этом турнире четверки. То есть, в случае, если Никита Чернов сейчас окажется четвертый раз в нокдауне, это будет досрочная победа. Но все, бой завершен. Никита Чернов выжил. Но, скорее всего, с 90% вероятностью победа ушла в угол к Даниле Квачеву. Ну, нам не страшно, не страшно, это не страшно. Казус, альдом, там все нормально. Посиди сейчас. Снимай перчатки. Подавляем. Ну да, специально я уточнил у судейского столика. Действительно, по регламенту этого турнира четыре нокдауна. Это батально. Три нокдауна еще можно продолжать. Суровые правила, прямо скажем. Турнир четверка, Эмеральд ПРО, Эмеральд Файт Кап. Действительно, становится итоговым, в смыслах слова. Но у нас с вами есть решение. Михаил Марков готов его озвучить. Турнир по правилу Эмеральд ПРО в весовой категории до 63 с половиной килограммов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Турнир по правилу Эмеральд ПРО в весовой категории до 64 с половиной килограммов. Спортсмен из Красного Данила Варчный Республика Белоруссия.